Ребят, привет всем огромный! Поговорим сегодня такой знаменательный день на канале Усявки, прям день народжения 10 роки. Вы знаете, поздравлять не буду. Впервые я такие слова говорю. Можете даже меня покритиковать за это. Ну как-то вот не стоит, честно, поздравлять с чем? Я послушала его, Самвела, рассуждения по поводу Ютуба. Ой, че радоваться, че не, открыв канал на свою голову. Ой, даже не знаю. А шо ты не знаешь? Шо тебе плохого с Ютуба? Я не могу понять, зрители тебя чем-то расстроили. Все вопросы к себе задавай. Какой ответ, или какой привет, вернее, такой и ответ, как ты себя ведешь, так к тебе люди и относятся. А шо тебя не устраивает, Сявка? Шо ты такой прямо снисходительный к Ютубу? Ну шо такого особенного? Да ничего такого особенного, кроме того, что ты... Ну давайте называть вещи своими именами. Человек разбогател, стал миллионером, ну не долларовым, наверное, но тем не менее. Это неплохо, это очень хорошо. Я всегда за других людей радуюсь. Дай Бог, чтобы у каждого человека в семье были деньги, чтобы люди могли себе позволить все, что они хотят. А шо плохого с Ютуба? Он прямо думу гадает, понимаете, думу думает. Ой, че на радость, че на беду, открывца и канал. Такая неискренность. Почему? Скажи, как есть. Спасибо Ютубу, спасибо Господу Богу, спасибо всем зрителям. Если бы не вы, не было бы моего благосостояния и не было бы вообще такой моей вольготной жизни, что я могу себе все позволить сейчас. Так это правда, ребята, че не говорить. Так как есть на самом деле, по факту. Мне садыть, корче из себя, хотела сказать саду. Девочки, извините, но правда, из песни слов не выбросишь. Уже присытился человек этими деньгами настолько, что просто все обесценивает, понимаете? Как-то было мне не очень приятно слушать такие откровения от Самбелла. Ребят, два видосика я его в видеоблоге посмотрела. Про Надюху, конечно же, я скажу. Та, которая недогарка, передает опять и снова эти сумки. Девочки, ну вот это вот уже начинается не трэш, а полный трэш. Серьезно. Морковку передавать в пакетики. Там 3 чи 4 морквинки. Правда? Баклажаны. Ну, серьезно? А что, он не может, то севка пить в магазин, так же, как он и каже, купить в магазине яблука зеленая. 4 чи 5 яблок. Это так, знаете, от что-нибудь забрать, чтобы свою значимость показать. От я же для тебя важлива. Я же тебя люблю, Самбеллка. Я же за тебя беспокоюсь. Я забочусь тебе. Надь, не сходи с ума. Ну, правда. Ну, передала ты ту колбаску. Уже готовая домашняя колбаса, да. И он тут же, как обычно, девочки, это происходит. Разворачивает грязными руками. Ломает и не режет. Не присаживается на стульчик за стол. Нет. Тут же ломает, тут же жрет. Ладно. Я это понимаю. Мужик, времени нет. И хочу, кстати, честно сказать, что Адамян, как белка в колесе, в отличие от Митрофанушки этого, он действительно не сидит на месте. У него куча занятий, там репетиции, там мамка, там работа. Репетиции, я имела в виду, девочки, не театр. А он записывает следующую песню, да, тоже как бы репетиции. И другие репетиции в театре тоже. И спектакли текущие идут, они никуда не деваются. Человек на разрыв и ведет кулинарный канал, и вот этот вот трешевый канал, это правда. У него абсолютно нет времени. Я понимаю, когда Надя передает готовые там уже отбивнушки, котлетки, домашнюю колбаску, тут слова кривого не скажу. Надя, ну ты чокнулась, правда, с той морковкой, с тым и яблуком. Ну нахрена, ну ему надо. Ну серьезно, показал холодильник, открыл, у тебя сливы такие большие, красивые. Говорит, гниет в холодильнике. Чего ты их не жрешь? Вот тоже хочется спросить, да. Ну пирог какой-то за баргань со сливами будет вкусно. Не собери все, уже отвези, наверное, на ту игре. Девочки, ну а шо рыбы, лично мне, я вот вам скажу честно, мне очень жаль этих продуктов. Ну или отдай, набери сумку, выгрузи свой холодильник этот, почисть. Выйди на улицу, отдай людям. В его подъезде, я там помню, живет и бабушка какая-то пенсионерка. Они нуждаются, это же правда. Ну отдай людям, они тебя поблагодарят. Ну шо ж ты гниет, ребята, эти перцы большие, красивые. Он все это в мусорку. Груши шикарные, опять все в мусорку, все в мусорку. Ну разве это нормально? Сейчас время такое тяжелое. Люди правда голодают. Я говорю банальные слова, и кого-то они будут раздражать. Девчонки, я понимаю. Но это ведь правда. Очень жестокая правда. Ну отдай старикам. Ладно не бомжам, он там плюется на тех бомжей. Отдай старикам. Пусть покушает, пусть поедят. И это Надя, бляха, больна на голову женка. Ребят, ну честно слово. Он ее попросил эти зеленые помидоры для кулинарного канала, я так понимаю. Ну там через законсервировать, чайка и салат вкусный сделать. Скажи, ну мне не только зеленые помидоры. Ну и колбасу эту передала. Ну все. Так что, собрала целую торбу, она тяжеленная, ужасно. Тащить ее невозможно. Так это же не Севка делает. Это не Сева поехал к маршрутке, встретил, притащил. Ребята, не нашли никого сильнейшего, молодшего, чтоб зустрел всю торбу, тягали, как Зина. Ну а че не, девочки? Зина, понимаете? Я наглость этих Атамянов просто удивляюсь. Да, я не перестаю удивляться. До такой степени наглые эти люди. Зина, мало того, что ездила, таскала эту сумку, она на такси девчонке перла. Она же заплатила свои деньги. И она, ему Зина говорит, что на такси съездила, он вообще никак не отреагировал. Блин, достань кошелек, отдай эти сколько там, 200-300 гривен, я не знаю. Она же пенсионерка, она копейки считает. Нет, девчатка. Вот він щедрый-щедрый. Но такие моменты очень часто я замечаю, вы понимаете? Це ж він считає, що він подарив 5 тисяч гривень, вот недавно, на день рождения. Якась там галочка зрительница выслала денюжку, материальну помощь Зине. Все, значна игру ще є? Хай езди, хай плати за те такси. Отдай, отдай деньги человеку. Она таскала, работала. Это физическая нагрузка. Она без пятки, инвалид. Это тоже старая женщина. У вас совесть есть какая-нибудь или нет? Там в комментариях я почитала, люди пишут. Там Надя и Зине передала торбу, вы сильно не переживайте. Это Зина Соби тоже там полакомал. Народ, не сходите с ума. Даже если Надя передала Зине, то Самвелка на 200 гривен не облысел бы и не полинял. Он бы не обеднел. Но она пенсионерка. Но в конце концов, когда вот эти элементарные вещи, ты будешь понимать, Самвел? Не. Привезла? Ну и хорошо. Мало того, что привезла. Эта Зина, молодого, здорового мужика, она его еще жалеет. Он эту торбу берет, чтобы отнести к себе в машину. Я тоби занесу. Боже, я схватилась просто за голову. Девочки, ну шумана за цеми патлами. Не могу. Ну это ужас какой-то. Извините. Я тоби занесу, Самвел. Ну тоби ж нельзя, не надо, Самвел. Я тоби занесу, не надо. И схватилась эта Зина в сумку. Он у нее забирает, говорит Зина. Не надо. Я занесу. Нет. Она, вы понимаете, это ж настолько человек совестный, наверное. Или ей неловко, неудобно. Она, нет, я буду помогать. Зина, вы женщина. Женщина, вам сколько лет, вы старше шубички. У вас проблема с ногой. Шо ему будет тому Самвелу? Хай тяг на эту торбу. Хай не се. Ты мужик. Вот нравы. Вы понимаете, что происходит в наше время с понятиями? Никто нигде место в транспорте пожилым не уступит. Никто не подумает, что им тяжело, сложно. Упадет человек на улице, никто не подымет, не спросит. Валяется человек, все думают, а пьяный, я каислы жить. Никто не поинтересуется. А может человеку плохо стало, может сердцем что-то. Я так смотрю, Боже мой, Ренату Толитвинову вспоминаю, как страшно жить. Девочки, все человеческое ушло куда-то. Нет вот этих взаимоотношений правильных между людьми. Стара женщина, пенсионерка жалеет молодого мужика и будет тягнуть ему тяжелую сумку. Где это видано вообще? Я не знаю вам даже, что сказать по этому поводу. Забег до мамки. Чего он туда заходил, девочки, я не знаю. Забег, три круга навернул по квартире, вийшов, приходил, бзов кроссовки и пішов. Подраконить мамку. Сумку Надя передала. Так глухуювата, ни черта не соображай. Аж жадное таке, аж скрипит та херямо, понимаете? Кому? Кому сумку? Тобі? А кому, мама? Мені, я одніс. А где сумка? А куди поніс? А у тебя? Так ты за ніс. А где ж вона? Тобі сумка? Тридцать раз спросила. Это та, что кричала. Мне не надо ничего, ничего, у меня все в магазине есть. И не надо, чтобы Надька передавала, и не надо, чтобы ехала. Не хочу ничего, все в магазине есть. Я все могу купить. А чё ж ты допитаешься за ту сумку? Ты ж таке жаднючее, подлючее, понимаете? Якщо передала Надька сумку, а чё ж ты не принес? А где ж та сумка? А, тобі? Не, тобі, блин, передала. Ты ж сама голодна тут сидиш, понимаете? Ой, девочки, девочки мои родные, честно вам скажу по секрету. Фу, а чё себе как-то так перегорело, вы понимаете? Я на неё, на эту шопу смотреть не могу. Вот тут уже. Какая мерзкая баба, а. Ну, всё самое плохое скопилось в одном маленьком, скрюченном, старом человечке. Как такое может быть, а? Ну, и, чё-то же не знаю, как вам комментировать. Вот этот видеоблог, последний, да, показывает мамашу свою на кухне. Она варила холодець, застыг уже той холодець. Сидить, есть. Зачем ты это показываешь крупным планом? До ригачки. Ребята, кто брезгливый, я вам сразу не советую смотреть эти кадры. Это невыносимо. Оце пластиковое корито зеленое. Ужас. Там люди пишут в комментах, Боже, сколько посуды. Да положи-то эти листики, этот салатик зелененький в тарелочку. Неужели тебе сложно? Ну, сполоснёшь, вода ж в кране, ты ж с колодца не тягаешь воду. Ну, вода в кране и горячая, и холодная. Одну тарелку помыть ты не можешь. Это ж ледоцюжище до такой степени. Вот, как коры то пластмассовые, то и травы накидала. Ремегает, как корова. Ничего человеческого не осталось. Народ, я не придираюсь, поверьте. Как она отвратно жрёт. Это же ужас какой-то. Чё ты чавкаешь? Сам сыночка раздражается. И как-то не может в рот положить эти листья. Вот тут висит. Вот тут этот пророщий подсолнечник, вот так до подбородка. Этот язык высолопала. Пидлизуя. Маслом весь подбородок испачкала. Тот листок прилып. И главное, что воно ей не мешает. Вы понимаете? Жрёт мама. Я не могу, девочки, это ужасно. Мама, господи, да на кого ты похожа? Да шо ж ты так ешь? Если бы вы видели, как она вытиралась. Нет, не салфеткой. Она не знает, что это такое. Тряпку. Схватила тряпку. Он на неё гаркнул. Она испугалась, бросила эту тряпку рукой. И отца вот такое. Вот плечья. Вот так через всю руку. Вот так людина. Это людина? Людина сидит, вытирается. Вы такое когда-нибудь видели? Я не представляю, как она жила всю жизнь в том селе. Я не представляю. Нет элементарного понятия. Это же такие на автомате привычки должны быть у человека. Ты не можешь взять салфеточку, промокнуть свои губы, подбородок. Не без того, что пожилой человек где-то ляпнула, где-то капнула. Я всё прекрасно понимаю. Но я миллион раз задаю вопрос. Почему? Почему? Скажите мне, хоть вы, зрители, у меня мама в деменции. Почему она так не ест? Где-то, я же говорю, может где-то капнуть. Но салфетка у неё всегда в руке. И я её не заставляю. Я ей ничего не подсказываю. А человек вообще ничего уже не помнит. Она даже, моя мама, слова забывает, как называются. Ей сейчас трудно выразить мысль свою. Она не может составить предложение. Но это на автомате. Салфеткой тут же вытерлась. Она вилочкой ест. Она первое блюдо нормально ест ложкой. Я не цепляю ей слюнявчик. Почему эта бабуся, херяма, при своём уме, она же адекватная, ведёт себя, как пещерный человек. А он рад стараться. Всё это крупным планом. Наслаждайтесь. Как не ноги грибковые, ужас. Понимаете? То теперь оцю мордяку... Ну правда, ну варан вараном. Ну варан вараном. Ну так же нельзя, ребята. Ну это же ужас какой-то. Ой, наговорила я вам стрит-торбы, народ. Прошу прощения. Ну просто дорыгачки. Не вздумайте тех, кто там присаживается чаёк попить, покушать, включать самвелкины кадры. Вас вырвет. Я вам просто такое предупреждение делаю. Понимаете? Сахар вживный опять девять. Девочки, а что? Икричку вона полюбляет. Я баночку икры стучила, хотя люди там написали, что икра дешевле стоит. Я не буду спорить, я не захотела. Я не смотрела ту икру, сколько она там стоит. Наверное, есть разные марки. Есть немножко качественнее, может быть, в металле. Есть в стекле, да? От этого цена зависит. Зубатку им, сказала Шупа. Зубатку, це вам не той хеко, та тюлька, чекелька. Зубатка, Боже, а что такое зубатка? Я не знаю. Чи вона не сповна розуму та охеряма? Абсолютно не разбирається человек ничего. Ну, зубатка та й зубатка. Сколько вона? 100 гривень килограмм стоит? Чи не риба, девочки? Понимаете? Але ж превосходство, яке показало над нами, всіма надзрителями. Куда нам до шупички, девочки? Вона зубатку есть. Понимаете? Холодця наварила. Ну и розочка. Розочка, вишенка, ягодка на тортике. Як хочете собі можете назвать. Трапеза самого звіздула Йоршика Рижева. Сам Велкий Адамян. Достав чисту вилку. Поставим холодець, мамкин. Буде їсти. Взяв цю вилку і об грязні штани. Витер і давай їсти. Дівочки, я не знаю. Що це? Це нормальний людина. Так це і з дитинства все. І вони будуть потім нам доказувати, що в них була нормальна сім'я. А що? Аж чим ви лучше від нас? Вспомню, я такі питання задавав сам Вел. У нас нормальна сім'я була. Мама хазяйка, мама все готовила. У нас все дома було. Вилку, об грязні штани. Ти в тих штанах по вулиці, на спектаклі, репетиціях, везде шляєшся, в машині їздиш. Зачем ти вилку витираєш об штан? Чи для контента? Опять і снова. Ну потім же ти її в рот несеш. В свой облізуваєш саме ту вилку. А потім мною, що в тебе вавки в роті. Опять якісь болячки в тебе. Опять якась інфекція. Опять поноси. Дебіли. Ну а шо, дівчки? Ну як це назвати? Анжеліка, а чого ти все время оскарбляш? Ребята, ну назвіть. Ну назвіть. Підскажіть мені, як можна назвати таких людей. Ну мені в голові одне. Ну дебіли. По-другому не можу назвати. Буду ждати ваші коменти. До скорих встреч. Пока.